Девушки отдыхают 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 Она проводится университетом совместно с Виатским региональным отделением Союз художников России. И после открытия стоит заметить, что эта выставка, она продлит свою работу. И продолжит она ее до 3 июля. Можно будет пройти в Ботанический сад. И во все рабочие дни, это со вторника по воскресенье, с 4 до 8 будет возможность еще посмотреть на эту выставку. Дмитрий Патрышев, уточним, это не только сотрудник университета, но еще и художник. А что за работа? Это картины, выполненные в технике живописи масляной с использованием разных приемов. И где выставка будет располагаться? То есть на улице? Выставка располагается, у нас такая специальная площадка есть, теперь новая в этом году, это геокупол, белый купол. То есть это под крышей все? Да, да, конечно, да. Все оборудовано для конкретного картина. Ступа, потому что какой формы, из чего он сделан, просто интересно же узнать. Геокупол. Это каркас. Какие новинки у нас в ботаническом саду. То есть на подоснову пол, так скажем, устанавливается каркас металлический, и он затягивается такой специальной тканью брезентовой, очень плотной, которая не пропускает влагу. И в таком вот виде он существует. То есть это такая полусферическая конструкция. Это модная палатка, я поняла. Да. Модная каркасная палатка. Да. Ну, большая. Большая, да. А белый, потому что материал белый, соответственно. Да, белый. Просто нет у меня сразу ассоциации слова гео, это же земля, да? То есть это намёк на земной шар, видимо, какой-то. Это предыстория того изобретения, которым я очень люблю говорить, что надо где-то над Кировской областью такой купол сделать, чтобы там море на суперпесчатый пляжик. Ну, видимо, стояла задача просто какое-то закрытое пространство сделать, для того, чтобы там можно было и выставлять что-то, и выступать, приглашать гостей, посетителей на случай, если у нас погода не позволяет, да, если ассоциации активно. Да, да, чтобы мы не зависели от погоды и могли какие-то мероприятия, независимо от того, дождь идёт или солнце светит, провести в любое время. В любое время, да. Ну, и судя по названию выставки, называется она «Земля смеётся цветами», работы посвящены как раз-таки цветам. Да, цветам. Да, собственно, цветы и изображены на картинах Дмитрия Патрушева. Означенные портреты и натюрморты, можно будет прийти посмотреть. Угу. Та аудиоэкскурсия, о которой Елена говорила, да, в начале, по поводу там культурологических каких-то составляющих, ещё чего-то, это касается непосредственно истории сада или это будет в целом по Кирову и про культуру, вы сказали, по-моему, разных народов? Ну, это скорее, да, экскурсия в целом про культурные какие-то эпохи. Про ботанические сады в культуре, в эпохе. Это прямо будет выдаваться такой аудиогид, то есть можно будет наушники... Наушники или динамики расшаблены прямо... Своебразная QR-навигация у кассы, получается код, да, индивидуально. И можно будет слушать... А, то есть через свой гаджет, через свой смартфон человек сможет послушать, да, собственно. Наушники, да, для удобства включих. А кто, собственно, эту аудиоэкскурсию непосредственно готовил? Это же нужно было начитать текст, смонтировать от студента, или вы этим занимались? Непосредственно. Ну, это, скорее всего, занимались студенты направления филологического, да, то есть они разрабатывали эту аудиоэкскурсию и, соответственно, ее озвучивали, и вот такое вот получилось. Кооперация разных факультетов в УДА. Междисциплинарное взаимодействие. Междисциплинарное взаимодействие. Гуманитарий тоже, в общем, поучаствовал. Я забыла, как это называется. Не все же, естественно, круто так обдуваться. Так, и в течение всего дня, собственно, эта аудиопрогулка будет доступна с 10 утра 12 июня до закрытия, до 8 часов вечера. Так, дальше пройдем. Это самостоятельная прогулка, а есть еще прогулки по ботаническому саду вместе с экскурсоводами. Вход бесплатный, я хочу сказать. Бесплатный. В течение всего дня, вот мы, я думаю, забыли. И все мероприятия, которые будут, экскурсии, какие-то лекции, мастер-классы, это тоже все будет бесплатно для горожан, то есть они смогут бесплатно посетить все мероприятия, которые будут. Ну и, собственно, перешли уже к экскурсиям, которые будут проводить сотрудники. Это предусмотрено три экскурсии в 10.30, 12.30 и в 2.30. Их будут проводить научные сотрудники ботанического сада, преподаватели Института биологии и биотехнологии. Мы, видимо, тоже будете задействованы. Да, мы будем там задействованы непосредственно, мы будем проводить экскурсии по, ну, такие, скажем, больше анонсируем, анонсировать больше будем какие-то мероприятия, рассказывать про растения, некоторые интересные факты. Ну, на час, получается, экскурсия, да, рассчитана? Да, около часа. Экскурсия называется «Ароматы сада». Да. Да, почему она именно такое название получила? Вы прям будете ходить и пытаться вот это все обольнять? Там даже, я хочу сказать, вот в данный период уже не надо даже пытаться обонять. Весь сад наполнен ароматами. Сейчас уже цветут сирени, да, цветут многие декоративные кустарники и пионы. То есть ароматов в саду предостаточно. Там даже не надо будет стараться как-то почувствовать. Нарочно вздохнуть. Да, да, то есть там уже все благоухает различными ароматами. Ну, например, эти экскурсии чему конкретно будут посвящены? Вот вы, если связаны с какой-то, с одной из них, можете поподробнее рассказать? Ну, экскурсии будут как больше обзорные, да, то есть мы будем касаться тех растений, которые цветут в данный момент. И на данной экскурсии мы будем анонсировать те экспозиции, которые у нас будут новые. В течение теплого сезона грядущего, да? Да, в течение сезона, которые мы будем реализовывать. Например, мы реализуем проект «Сенсорный сад», где можно будет потрогать, понюхать, может быть, попробовать какие-то растения. Пробовать на вкус, что ли? Да, да, прямо ароматические растения. А, листочек душицы, например, оторвать, да? Да, да, да. Тимьян какой-нибудь есть. Тимьян, да, базилики самые различные. Вот, новые экспозиции. У нас будет реорганизация аптекарского огорода, то есть лекарственные растения, которые произрастают на территории сада, тоже будут организованы, сгруппированы по различным компонентам, которые они в себя включают, и по тому действию, которое они оказывают на организм человека. Также для этих экспозиций у нас разрабатываются отдельные экскурсии тематические, чтобы горожане смогли прийти и получить информацию о влиянии какого-либо растения на организм и о особенностях их выращивания на своём приусадебном участке. Что нужно сделать, чтобы растение процветало, так скажем, на саду, и была под рукой, так сказать, природная аптечка. Ну, разумеется, зачем люди зачастую ходят в ботанический сад? Для того, чтобы подсмотреть, ага, как тут это выращивать, узнать нюансы, а можно ли это на своём приусадебном участке или в саду, да, нечто подобное воспроизвести. На час, вы сказали, да, примерно эти экскурсии займут по времени? В 10.30, 12.30 и 14.30 они будут начинаться. В 11 часов, следом по программе, я вижу квест-игра для маленьких «Белый купол». Это чтобы родители, наверное, кто придёт с детьми, мог сам куда-то уйти, да, а малыша отдать или... Расскажите, да. Это, получается, такое познавательное, развлекательное командное путешествие по ботаническому саду детей вместе с родителями. Оно требует, скажем так, проявления какого-то внимания как к другим участникам этого, получается, путешествия, так и к миру природы. То есть будут задействованы как растительные какие-то композиции, так и, получается, непосредственно какие-то активные будут... Ну, например, какие задания там будут в рамках этого квеста? Пусть это останется секретом. Сюрприз. Может, надо как-то подготовиться к этому, что-то, не знаю, с собой принести, привезти. Ну, на самом деле, дополнительно каких-то там подготовок не требует такая квест-игра. Да, достаточно прийти самостоятельно, да, привезти своих детей, и всё на этом. Ну, 6 плюс. Да, 6 плюс. Возрастное ограничение стоит так, что дети от 6 лет могут смело участвовать. И надо, наверное, обратить внимание родителей на то, что в ботаническом саду не разрешается бегать по лужайкам? Конечно же не разрешается бегать по лужайкам. Детей надо настраивать. Только по дорожкам. По дорожкам. По дорожкам, да. Ну, и вот дальше тот термин, за который Сулхан и Лапшиной зацепился, агрофитнес. В принципе, наверное, всех садоводов-огородников можно отнести к этой категории людей, занимающихся агрофитнесом. Не горбатый санаторий, а агрофитнес. Звучит значительно приятнее. Итак, что это такое? Практикум по физической культуре в саду 6 плюс тоже возрастное ограничение. Ну, в данном случае мы будем знакомить наших посетителей с комплексом упражнений, в частности, на растяжку, которые можно будет сделать в даче у нас в саду, на каком-то своём приусадебном участке. Это, в смысле, от грядки до грядки? Конечно, растяжка очень нужна. Конечно, а как вы будете, да. Чтобы дотянуться до дальнего противного сорняка. Растяжечка не помешает. Ну, это, видимо, кто-то со спортфака, наверное, будет проводить. Да, да, кафедра физической культуры тоже будет участвовать. То есть это специалисты, которые занимаются изучением вот как раз-таки особенностей организма человека, которые покажут упражнения, которые не будут нарушать, да, например, здоровье своё, помогут либо подготовиться к усердному труду, либо как-то расслабиться после усердного труда. Ну, без пробежки, надеюсь, это всё. Без пробежки. Груги не придётся нарезать по ботаническому саду. Лопату в руки не выдадим, на грядку не отправим. Коврики с собой нести не надо для йоги. Да, напоминаем, площадка Агрофитнес в 11, в 11.30 и в 12 часов предусмотрена, да, в рамках программы в ботаническом саду 12 часов. У центральной клумбы. Да. Далее тоже интересный термин тут у нас фигурирует. Это экопсихология, метафорические карты. Что это будет? Загадочно. Но тут и возрастное ограничение побольше. 12 плюс, это, видимо, уже для более зрелых. Ну, в данном случае будет идти работа с метафорическими ассоциативными картами. Ну, вообще... Что такое метафорические ассоциативные карты? Такие карты, они позволяют с помощью набора каких-то картинок, да, каких-то изображений людей, их взаимодействия, жизненные ситуации какие-то будут изображены, пейзажи, животные, предметы быта, всё что угодно. И эти картины выводят зрителя на какой-то душевный отклик при рассмотрении той или иной психологической ситуации. Ну и, собственно, будет какой-то разбор, да, этих картин, какого-то отклика, то есть... А отклик-то он должен быть, не знаю, какой-то речевой, поведенческий, ну, то есть, да, какие-то ощущения, да, собственные. То есть у самого человека то, что там у него родится в голове, он с этим и, собственно... Да, с этим и будем работать. Вдруг там какие-то нехорошие, да, там вещи проявятся, агрессивные. Для того оно и психология. Ну, видимо, и коллеги-психологи тоже будут, да, на этой площадке работать. Нет, честно говоря, термин «экопсихология» довольно нечасто слышу. Ну, это, наверное, есть же у нас такая русская традиция, да, как-то выйти в поле, в лес, обнять березку. Это же тоже, наверное, экопсихология. Зарядиться энергией. Породниться с природой, полежать на зеленой траве. Вот, на травке полежать, походить босиком по траве, вот это, мне кажется... Это сейчас, наверное, экопсихология называется. Да, 12+. Далее по программе. Литературно-экологическая игра «Лесная азбука», про которую мы говорили, да. Вятский писатель-натуралист Мара... Маракулина. Тоже для маленьких детей, 6+. Игра посвящена природному богатству вятского края, которая воспевается, собственно, в произведениях Павла Маракулина. И игра будет интересна для любителей поэзии, для каких-то юных, да, натуралистов. Ну, это для детей мероприятия, или взрослые тоже могут поучаствовать, им будет интересно. Я думаю, что там могут и взрослые, и дети поучаствовать. Игра рассчитана на час такая. Чем более, что возраст, да, там, от 6 лет предусмотрен, собственно, да, организацией. В 16.30 будет официальное открытие сезона в Ботаническом саду, в Белой беседке. По крайней мере, так в программе написано, да. Что там будет вот в эти полчаса? Да, то есть, там речи какие-то будут говориться, или программу какую-то будете озвучивать на ближайшее время? Ну, у нас произошли некоторые корректировки. А, по плану? Да, по программе. То есть, как такового торжественного открытия его не будет. Да, и с 17.00, по-моему, начнётся уже там другие мероприятия, которые были запланированы по программе. Лаборатория по конструированию социальных норм. Что это? Это ещё, Володя, сложнее, чем экопсихология. Это ещё сложнее, чем экопсихология. Я думаю, что радио относится к одному из инструментов социальных норм. Мы же регулярно говорим о том, что нужно заниматься хорошими вещами, а не плохими. Конструирование социальных норм. То есть, об этом будет... Отклонение, дивянное поведение какое-то, да. А, подождите. То есть, вы будете разрабатывать какие-то проекты, которые могут быть реализованы активистами, общественниками. Ну, сад-идей, раз это называется. Оно на самом деле? Или нет? Будут конструироваться какие-то социальные нормы для, я так понимаю, вымышленного государства. Да, какой-то свой сад. Будут выдвигаться правила обязательные для исполнения, вырабатывается система прав и свобод природы вот этого человека. То есть, такой, на самом деле, сад-идей, какое-то вдохновление для, ну, больше, скажем, не практические такие вот задания, а на подумать, да, на предложения какие-то. Социологи будут проводить или что? Да, тоже коллеги наши, скорее всего, да. То есть, студенты-преподаватели. Ну, у них там, да, зачастую сложно понять, что у них там в голове происходит, пока не столкнешься с этим и не убедишься воочию, да. Да, в общем, лучше посетить, конечно, с 17 до 18 лабораторию по конструированию социальных норм. Может быть, речь там пойдет о той же любви к природе, да. Да, бережно отношения. О том, как природа влияет на нашу жизнь, о том, как себя вписать вообще в лоно природы и как жить с ним в гармонии. Ну, это я сейчас идей набрасываю, вполне возможно. Вот, вот, приходите. Что важнее, красивый закат или ровная дорога до дома? Давайте поразмышляем. Тут говорят, что у нас город грязный и неприбранный, а давайте посмотрим на это с другой стороны. Да, может быть, в этом тоже какая-то прелесть есть. Но я же предлагал, чем больше грязи, тем больше почвы для посадки. В городе, на дорогах, на тротуарах, везде газон. Может быть, город превратить в один большой огород. В огород, да, можно. И не париться. Между прочим, огород на театральной площади, мне кажется, неплохо бы смотрелся. И студенты вуза могли бы туда выходить. Они у нас и так выходят в ботанический сад. Ну, тут-то ближе было бы. Ну, и ближе уже к вечеру, вернее, уже мы вечером, судя по программе, находимся. Начнется музыка. Музыкальная часть, потому что, да, я обязательно хотел спросить, будет ли продолжена традиция этих музыкальных вечеров, или как их правильно назвать, которые раньше были в ботаническом саду. Ну, а об этом чуть позже, если найдется время, поговорим. Ну, а теперь о музыкальной, собственно, программе. Именно 12 числа. 12 числа, да. Ну, 12 числа, подразумеваю, да, рассчитан у нас время на музыку лета, танцевальный вечер. Смотрим, что ограничение у нас 12+. Будет играть танцевальная музыка конца 20-го, начала 21-го веков. Собственно, неживая, да, просто будет играть музыка. Будет возможность вот на площадке, я так понимаю, это... Ну, либо в куполе, в самом... Локация «Белый купол», да. Там будет играть такая приятная музыка. То есть, подожди, там музыка будет для того, чтобы её слушали, или это будет что-то всё-таки вроде дискотеки? Танцевальная, танцевальная, конечно же. У нас вообще в анонсе указан концерт первой детской музыкальной школы. А, это живая музыка, да. Это будет, это с 5.30 до 6 вечера у нас вот эта вот площадка «Поющий сад», концерт первой детской музыкальной школы. То есть, такая партнёрская площадка. Будет петь хор, играть ансамбль. Всё будет красиво, интересно. И шумно. И шумно будет. Барабаны будут. И другие инструменты. И другие инструменты. Да, блейты. И ещё пропустили между двумя музыкальными мероприятиями, вот как раз концертом детской музыкальной школы, и музыкой лета, или параллельно с музыкой лета, будет идти ещё лекториум про крымский период Александра Грина, будут рассказывать. Да, на 40 минут будет лекториум. Крымский период жизни Александра Грина будут рассказывать про произведения, написанные им в этот период, чем он вдохновлялся. Видимо, самые известные произведения были написаны в крымский период. Да, да, это был один из самых плодотворных его периодов в творчестве. И поэтому, так как у нас в саду есть Чёрное море... Кто не знает, у нас там есть Крым. У нас есть полуостров Крым. И очень удачно у этого полуострова есть Белая беседка. И как бы мы решили, что это очень удачное сочетание. И как бы самый плодотворный период Грина заслуживает внимания, и его можно отметить таким образом. А кто непосредственно будет знакомить присутствующих с творчеством Грина в крымский период? Коллеги с филфака, видимо, уже отвечают сам себе на этот вопрос. Да, с филологического факультета, да. Ну вот, собственно, такая насыщенная программа. С 10 утра до 8 вечера. Ещё раз напоминаем, в ботаническом саду. С 10 утра, да. Вот свободный. Это понедельник. Почему? Это воскресенье уже, конечно же. Воскресенье, 12. Завтра 10 число, пятница. Конечно. Завтра уже 10, пятница, суббота 11. 12 воскресенье. Собственно, день города. Мы будем праздновать воскресенье. Так что вполне себе насыщенно. Как долго готовилась вообще эта программа? Почему именно такое наполнение оно получило? Был какой-то мозговой штурм? А давайте это сделаем, а давайте это. Там, может, что-то не успели включить, не удалось, но при этом очень хотелось. Расскажите о подготовительной работе, пожалуйста. Ну, на самом деле, работа началась уже достаточно давно. Мы изначально планировали сделать торжественное открытие 27 мая, да, когда мы открыли сад. Это была пятница. Пятница, да. Но, к сожалению... Из-за погоды, по-моему, отможили. Да, такая погода была не очень хорошая. И мы поэтому решили перенести данное мероприятие и приурочить его к дню города. Вот. Надеемся, что погода нас в этот раз не подведет. Да, и мы сможем... Судя по прогнозу, но там... А, вообще-то нет. Там похолодание опять ожидается. Надо посмотреть. Он меняется постоянно. И поэтому работа над этой программой началась уже давно. У нас была такая коллаборация, как нас, как сотрудников сада, культурологов наших университетских и всех кафедр, которые будут принимать участие непосредственно в проведении этого мероприятия. Все собирали свои идеи, что более органично. То есть мероприятия, которые будут проходить, они должны быть связаны как-то с садом. Безусловно. И все мы пытались как-то разбавить не то, что наши какие-то одни рассказы про растения, экскурсии по саду, а что-то, чтобы развлечь еще людей, помимо того... То есть расширить горизонты. Да, расширить горизонты. Помимо растений, чтобы людям было приятно прийти и как-то провести время помимо этого. А историческая эта страничка, кстати, будет? К сожалению, у нас не удалось провести и договориться, и включить в программу историческую экскурсию. Но она будет в сезоне, да, неоднократно. Ее проводит кандидат культурологических наук. Мы знаем наверняка. Мы экскурсовод наш, да, дождевых Светлана Михайловна, да, и как бы в июне уже будет экскурсия по истории. У нас есть расписание мероприятий, которое будет в июне. Вот, собственно, я сейчас смотрю в компьютере группового ВКонтакте ботанического сада, да, и там наверняка это уже есть, собственно, да, расписание. А, ну да, вот тут можно познакомиться с этим совсем. Так, продолжайте. Вот, и обязательно исторический блок он будет, да, мы каждую свою обзорную экскурсию начинаем с истории, да, то есть как, когда был образован сад, кем он был основан, и с чего всё начиналось, как завозились в сад первые деревья, да, крупномеры, да, откуда они завозились. И обязательно отмечаем, что во времена основания, когда сад был, вот эта территория была куплена, это была окраина города, да, то есть сейчас это центральная часть, а ранее это была окраина, и вот с этой... Сложно сейчас представить, конечно, да. И вот из близлежащих лесных участков тоже были пересажены деревья на территорию сада. Ну, трудно сейчас представить, да, что рядом был лес, действительно, потому что сейчас настолько это застроенная активная территория, она близлежащая. Да, и поэтому истории мы, конечно же, тоже уделяем особое внимание в своих экскурсиях и чтим, почитаем и говорим, что да, у нас на территории сада есть множество старожилов. Некоторые из них были свидетелями самого Истомина, когда он основывал сад. Например, дуб, которому чуть более 140 лет. Ну, и молодой еще относительно. Да, для дуба, для дуба молодой, да, но вот когда был сад заложен, он уже существовал на этой территории, произрастал, да. Также у нас есть достаточно возрастные деревья, которые были свидетелями Великой Отечественной войны. Это туи и орехи серые, да, то есть которым по 80 где-то лет, вот. А также есть старовозрастные лиственницы, да, которые тоже где-то вот... Тоже примерно в это же время. Примерно в это же время, 70 лет. Вот, ну и... Но они еще в таком приличном состоянии находятся, да, с точки зрения науки. Они в очень приличном состоянии, да, находятся. Ну, как бы мы поддерживаем их состояние, следим за ними, да, чтобы не было каких-то таких ситуаций аварийных. Вот, если вот... А, кстати, у нас тут еще есть ива очень старая, тоже, ей около 80 лет. И вот эти лиственные подвержены очень разрушению древесины, да, и... Микроорганизмы всякие вот это вот разрушают, грибки. Да, 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 да. И поэтому она у нас уже так на подпорочках стоит, но все равно ее бережем, пытаемся сохранить и следим за ее состоянием. Большая? Большая. У нас раскидистая такая, да? Да, большая, раскидистая. Ну, она такая очень красивая в плане ее кроны, да, то есть у нее крона такая шаровидная, и поэтому она смотрится очень красиво. Ну, наверняка напоминает те ивы, которые растут в парке Винникирово, да, вот здесь... Да, да. Тут надо приходить и смотреть, да. Да, мне очень нравится тот период, когда вот только весной начинается вот это распускание, да, и листочки появляются, и издалека кажется, что она в такой зеленой дымке, да, такая шапочка над ней зеленая появляется, какой-то ореол, да, вернее, такой зеленый, а потом уже явно и листики выступают. Предлагаю сейчас убежать на рекламу, через полминуты вернемся с нашими гостями. Да, и поговорим, собственно, о тех мероприятиях, которые вообще в течение юбилейного сезона будут. Продолжаем нашу беседу с младшими научными сотрудниками научно-образовательного центра Ботанический сад Вятского госуниверситета Мария Скоробогатая и Елена Душина с нами. Я смотрю сейчас анонс мероприятия на ближайший месяц. Мы обещали анонсировать, да, что будет происходить в Ботаническом саду в течение этого сезона. Серия обзорных экскурсий по саду, она уже стартовала, благополучно проводится, буквально через день. Вот я смотрю суда по анонсам, и очередная обзорная экскурсия будет уже в Ботаническом саду сегодня, 9 числа с 5 часов вечера. А завтра, даже читать страшно, лекции чудеса плотоядного мира, настоящие растения и хищники. Это новинка сезона, да? Да, это новинка. Мы с этого года... Там хищники выросли, боже мой. Да, да. С этого года мы начинаем пополнение и развитие коллекции хищных растений у нас в оранжерея сада. На самом деле, вот хищники, они популярны стали вот у нас в России где-то лет 5 последние. Это что значит популярны? Разрослись сами по себе. То есть, узнать все хотят. Да, то есть, их стали выращивать в домах, да, в квартирах. Я, честно говоря, кроме росянки никого и не знаю. Ой-ой-ой, а зачем это? Это чтобы на рапторе экономить, что ли? Ну, на самом деле, они имеют очень красивую, причудливую форму. Да. Они все разные. И на самом деле, это вот насекомые от насекомых лишних избавляют. Ну, то есть, все-таки, все-таки есть, да? Все-таки, все-таки, практически выход у них есть, да. Все хищные растения, они, по-простому выражаясь, они все по одному и тому же принципу, да, растут. Как ловушка. То есть, привлечь насекомое, захватить его и, собственно, переварить. И сожрать. Да, и превратить в питательные вещества для своего роста необходимые. Да. Ну, и они все уникальны. У них у всех есть различные приспособления для того, чтобы привлечь насекомых и их переварить. Да, если мы говорим о венериных мухоловках, да, то есть, у них листья модифицировались в такие две ловушки, которые захлопываются, когда насекомое попадает к ним на чувствительные волоски. Да, и они потом тихонько в этой вот ловушке их переваривают. Да, есть у нас сароцении различные сорта и виды. Да, у них наоборот, у них кувшинчики, в которых жидкость есть такая пищеварительная. И они как раз запахом привлекают насекомых. У них очень скользкие края вот этих вот воронок. И они просто соскальзывают и падают вот в этот вот сок, который содержится в них. Да, по такому же принципу практически работают непентосы, у которых тоже кувшинчики с пищеварительной жидкостью. Они привлекают насекомых и тоже переваривают. Так, аросянка-то упомянутая мной есть. Самая известная, наверное, среди неплохоятных. Да, то есть у них тоже, у них железки пищеварительные, которые привлекают насекомых, они прилипают, и она тоже вот тихонечко переваривает свою жертву. Сколько времени понадобилось вообще на то, чтобы вырастить вот до такого взрослого, уже такого устрашающего для насекомых состояния? Они прям сразу-сразу начинают? Нет, выращивание семян, это процесс. Они многолетние все? Да, они все многолетние, они все комнатные растения, да. Но некоторые, у нас, кстати, есть в области мужчина, не помню, как его зовут, он выращивает прямо на улице. У него экспозиция улично-хищных растений, то есть у него зимуют сарацени на улице, веросянки, да, и вот он так оклиматизировал их и занимается этим. Это прямо он в Кирове живёт или он где-то в другом населении? Где-то в районе. Где-то в районе. А, ну то есть на своём участке он принял решение, да, попробовал выращивать, и получилось. И получилось, да. Ну, давайте сразу скажем, на всякий случай, плотоядные растения для людей не опасны? Для людей не опасны. А то вдруг кто-то подумает, что сейчас... Вот поэтому я и говорила вначале, что они стали популярны только последние пять лет, да, потому что люди поняли, что для человека они не опасны, для их питомцев, которые они содержат дома, они не опасны, их... за ними очень просто ухаживать, и они очень быстро растут, и поэтому проблем с ними не возникает. И как только люди это узнали, у них появляется интерес к таким растениям. А устойчивость к болезням, к всяким вредителям? Ну, они не очень устойчивы, потому что у них, да, за ними надо следить, да, если кто-то появляется, но у них тоже возникают такие трудности, их нельзя, например, обрабатывать теми инсектицидными и фунгицидными средствами, которыми мы можем обработать все остальные растения, да, то есть тут нужен индивидуальный подход, и надо быть очень аккуратным, потому что им можно навредить таким образом, если мы будем применять химопрепараты. Вот такие они чудеса плодоедного мира. Да, возвращаясь все-таки вот к этой как раз лекции, я хотела спросить, написано, что увидят коллекцию хищных растений ботанического сада, а также сами покормят насекомых, насекомых? Мы-ми. Насекомые, наверное, все-таки. То есть, подождите, вы выдавать будете насекомых, чтобы можно было покормить растения? Или надо будет поймать и со своим комаром прийти, нет? Нет, у нас есть база насекомых, либо мы подкармливаем их еще личинками насекомых, они тоже их переваривают, вот, и можно будет покормить и посмотреть, как же они это захлопывают. Я, честно говоря, об этом только читала в книге про Карика и Валюка. Упоминала книжку, которую мы недавно с детьми, да, перечитывали, очень увлекательная, конечно, штука. Я, честно говоря, почему-то всегда думал, что для плодоедных растений процесс самопожирания насекомого, это достаточно такой скрытый от глаз процесс, то есть, когда нет никого рядышком, они этим занимаются. А тут прям можно как по команде, ну-ка, скушай, она хап и скушивает. Ну, просто если положить насекомое, если мы будем говорить про венериному хлопку, у нее прям явно это проявляется, и можно увидеть, да, если мы положим ей в ловушку какое-то насекомое, конечно, она у нее сработает, и она захлопнется. Да, то есть, это такой процесс увлекательный, наглядный и завораживающий. И завораживающий. Слушайте, а как у этих растений насчет прожорливости, аппетита, то есть, сколько ни положи, она все будет захлопываться? Все съест, как котик, как котик, да? Если мы захлопываться, ловушка у венериной мухоловки, она какое-то время остается закрытой, ей же нужно переварить то, что к ней попало туда. А быстро вообще-то? Около трех-пяти дней. А-а-а. Да, да. Не через полчаса. Комарик скушал, и три-пять дней сытый ходит. Нормально очень, да? Вот. Но у них тоже есть особенность. У них ловушки открываются только три раза повторно. То есть, если мы постоянно будем их кормить, 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 есть вероятность, что все ловушки отомрут, и таким образом можно навредить растению, и растение может погибнуть. Потому что не сможет есть. Да, да. Потому что формирование новых ловушек происходит медленнее, чем отмирание тех, которые постоянно захлапываются. Поэтому вот... Ну ладно, что-то мы, да, уже... Да вы углубились. Это очень интересно просто. Ну да, надо сказать, что не только лекция, не только знакомство с этими плотноидными растениями в ботаническом саду предусмотрено, но еще и мастер-класс, да, я смотрю, судя по программе. То есть, конкретные советы, рекомендации, как... Выращивать. Выращивать, как ухаживать, да. Как пересаживать, что нужно делать, да. Вот некоторые... Некоторым вот хищные растения привлекают, да, и они дарят, например, в подарок кому-то. А потом, например, к зиме у некоторых растений хищных наступает период покоя. Они могут сбросить, например, все ловушки, все кувшины и находиться в таком покоящемся состоянии. Многие думают, что растение умерло и прощаются с ним, да. А на самом деле нужно подождать весны, когда период покоя у них закончится, и они начнут снова функционировать. То есть, вот, есть множество нюансов ухода, да, хоть и не сложных, но которые необходимо соблюдать. И поэтому мастер-класс уже более конкретно будет знакомить посетителей с тем, как правильно нужно пересаживать, чем поливать, чем... как кормить, да. И поэтому вот более практические. И не пугаться. Да. Какие еще... Новинки. Вероприятия, да, в рамках юбилейного сезона, да, предусмотрены? У нас предусмотрено множество тематических экскурсий, которые посвящены тем растениям, которые будут цвести, зацветать в течение всего сезона. Вот самое ближайшее, в июне, это у нас будет несколько экскурсий, посвященных сиреням, коллекции... Сиреневое очарование. Сиреневое очарование, да. И у нас есть множество сортов различных, как отечественной селекции, так и зарубежной селекции, которые расположены по всему саду. И вот сейчас, как раз в данное время, в июне, они уже начинают свисти, и вся красота, вот живописная такая, она уже появляется в саду. Белая сирень, лиловая, пурпурная, голубая, боже мой. Да, их много. И это, видимо, еще не весь перечень. Но сирень у нас традиционно, ведь в регионе остается одной из самых популярных кустарников, которые выращивают и дачники, как-то предпочитают садить рядом с своим жилищем. Да, один из неприхотливых кустарников, которые... Неубиваемых. Неубиваемых, да. С длинными корнями. Да, и как бы они хорошо зимуют у нас, то есть нет никаких проблем с тем, что там вымерзнет, погибнет, и надо будет прощаться с этим растением. И долго стоят зелеными, и цветут долго. И цветут долго, и стоят долго, и аромат прекрасный. То есть все в себе забирают они, и просто чудесно выглядят. Простите за глупый вопрос, а есть разновидности сиреней, которые цветут дольше, чем вот та сирень, которую мы привыкли видеть на улицах города? Прямо чтобы месяц-два, там, например. Или у всех у них период святения достаточно ограниченный? У них у всех период примерно одинаковый, но, например, есть сирени, которые начинают свисти позже. Например, сирень амурская у нас есть в саду. А, ну, просто если ты у себя в саду задумала заняться этим, надо просто разные сорта. Она немножко отличается, и внешне отличается, и по аромату отличается. Три минуты у нас остается до конца программы. Давайте мы быстренько пробежимся еще по программе. Давайте посадим что-нибудь. По программе тех мероприятий, которые будут у вас в течение лета. До какого времени будет работать ботанический сад? То есть это где-то сентябрь, там, начало октября, наверное, да? А октябрь, да, может быть, даже до конца октября все зависит от погодных условий. Как мы сможем, мы по максимуму будем открыты. Все мероприятия можно ловить как раз в группе ВКонтакте, ботанического сада. Владимир спрашивал, будут ли вообще, есть ли в планах что-то на будущее по поводу концертов музыкальных. Я помню, были идеи лектория в каких-то, да, в ботаническом саду? Ну, конечно, да. С творческими коллективами. Мы как раз вот сейчас уже ведем какие-то переговоры с группами, с какими-то командами, которые помогут, кроме вот научной, растительной. Про квесты для детей еще давайте скажем. Квесты для детей. Квесты для детей, кстати, вот как раз у нас уже сейчас проходит апробация квестов. У нас был конкурс студенческих работ, посвященный этому. И сейчас вот дети, студенты, которые разрабатывали квесты, у них есть возможность провести их на территории сада. Мы вот в прошлом году проводили весь сезон экскурсий. Вот сейчас пора городских школьных лагерей. И очень часто они приходят к нам на экскурсии. Ну, детям не очень интересно информацию монотонно, экскурсовода, как ты хоть интересно не рассказывай, да, и какие интересные факты. Им не очень интересно. Им надо как-то побегать, что-то такое живое. И поэтому мы разработали ряд квестов, которые проходят на территории сада для детей. То есть в этом году будет более активная, собственно, да, реализация этого как раз направления. Ну и давайте уже ближе к концу нашего разговора напомним, что красоту надо беречь. Да, безусловно. И при посещении ботанического сада нужно соблюдать определенные проекты. Да, то есть мы ходим только по дорожкам, по газонам стараемся не ходить, цветы... Стараемся или вообще не ходим? Ну, вообще не ходим, но если, например, дети маленькие, бывает, что они выбегают на газон, мы, конечно же, не ругаемся, а как-то мягко говорим, что нужно вот аккуратно ходить только по дорожкам. Да, и цветы, цветущее растение мы не обламываем, не срываем на территории сада. И пытаемся как-то сохранить то, что вот эту вот на самом деле жемчужину в центре города, которую мы имеем, да, чтобы она оставалась такой же цветущей и красивой. И радовала кировчан. Да. Ещё раз всех отправляем в группу ВКонтакте. Ботсад, Вятский государственный университет. Спасибо нашим гостям, Мария Скоробогатая и Елена Душина, младшие научные сотрудники научно-образовательного центра «Ботанический сад ВятГУ». Ну, а если кому-то проще позвонить, то звоните, пожалуйста, 74-24-33. Вот, так я подскажу, номер «Ботанического сада». Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.